Гуляв по магазину в преддверии нового года, мы наткнулись вот на такую зимнюю игрушку, где постоянно шел снег. Нам она очень понравилась, и зная свою любовь к самоделкам, мне тут же захотелось сделать что-нибудь в этом роде. Итак, для начала нам нужно изготовить короб, где мы разместим новогоднюю диораму. Для основы короба нам послужит плотный пенопласт. Глубина коробки будет составлять 100 миллиметров, остальные размеры смотрите по размеру вашего стекла. Пенопласт очень легкий и прост в использовании. Рамку нужно собрать так, чтобы стекло ложилось на половину стенки пенопласта. Это нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем стекло можно было утопить и сделать вровень всей плоскости. Теперь, когда мы все части подогнали и вырезали, можно склеить все до кучи с помощью термоклея. Также можно использовать прозрачный силикон, но выбрав последнее, придется потратить больше времени на высыхание швов. Весь клей неровности и швы мы скроем под пенопластовым плинтусом. Также, разметив все по размеру и отрезов, склеиваем термоклеем. В итоге у нас получилась вот такая рамка. Теперь нам нужно отрезать кусок пенопласта по ширине рамки, толщина которого 100 мм. Из этого куска пенопласта нам нужно вырезать часть диорамы в виде гор снега. По правде говоря, работать с пенопластом легко, что не скажешь про уборку после работы. Елочки делаем из пенопласта, обдирая ненужные части и придавая конусную форму. Вырезаем пенопласт так, как показано на видео. Эти отверстия нужны для того, чтобы создать потоки воздуха. И наш искусственный снег из пенопласта беспрерывно падал сверху. Циркулировать потоки воздуха будет маленький моторчик с детской нерабочей игрушки. И самодельный пропеллер, который сделали мы из жестяной банки. Закрепляем все в трубку таким образом, чтобы вентилятор не касался стенок трубки. Всю композицию будет питать вот такие аккумуляторы, которые размещаем в нижней части рамки. Принцип работы будет таков, что искусственный снег будет оседать в вырезанном отсеке внизу, а вентилятор потоками воздуха будет выкидывать его наверх. Также в композиции мы разместим микросхему и светодиоды, которые будут моргать разными цветами. Ее мы крепим внизу на термоклей, так чтобы при установке снега ее не было видно. После установки проверяем работоспособность лампочек. Переходим к раскраске и установке елочек. По центру композиции размещаем купленного в магазине Деда Мороза. Теперь, когда композиция готова, устанавливаем ее в рамку. И крепим светодиоды в елочку. Отсек, где будет оседать пенопластовый снег, нужно проклеить самоклеющим уплотнителем, чтобы из щелени вылетали мелкие шарики пенопласта. Рамка с композицией почти готова. Осталось закрепить заднюю крышку, а чтобы она была покрасивее, мы ее разукрасим в зимнем стиле. Итак, снег засыплен, можно закрывать крышку и приступать к тестированию. Что ж, все работает. Вентилятор внизу создает потоки воздуха и циркулирует пенопластовый снег. Я думаю, вышло неплохо. Зимний лес, Дед Мороз и вечно падающий снег. Такая композиция добавит новогоднего настроения вам и вашим детям. Мы очень старались, поэтому не забудьте поделиться этим видео с друзьями и поставить лайк. Пусть и у них будет новогоднее настроение. На этом все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok